Итак, меня зовут Николай Савинов, я приветствую всех гостей нашей конференции, приветствую членов уважаемого жюри. И я сегодня представляю вам свою работу по теме математика в отношениях критерий выбора любимого человека. Рано или поздно перед каждым из нас возникает такая задача, как выбор любимого человека. Как сделать выбор того единственного молодого человека или девушки, с которым мы захотим прожить всю нашу жизнь? Давайте разбираться вместе. Каким образом вообще можно сформулировать эту задачу? Что творится у нас в головах? Я буду рассказывать эту теорию от лица молодого человека, который пытается найти любимую девушку. В принципе, с небольшими замечаниями, теория зеркальна, то есть она поможет девушке выбрать себе молодого человека. Итак, нас окружает множество очаровательных девушек. У каждого из нас сформирован некий идеал девушки. Мы приблизительно представляем, как он выглядит. И сформированы качества, которые мы хотим увидеть в любимом человеке. Какие-то качества более весомые, они занимают больше места в наших мыслях. Какие-то менее весомые, но тоже важные. Давайте попытаемся систематизировать эту задачу. Итак, мы вводим в рассмотрение множество W. Это множество всех девушек, которые нас сейчас окружают. Также мы будем рассматривать и образ идеальной девушки, который у нас сформирован. У нас есть множество качеств, критериев, которые мы хотим увидеть в девушках. И есть множество приоритетов. Того, насколько то или иное качество в девушке для нас важнее. Допустим, насколько внешняя привлекательность важнее доброты, чувства юмора или чего-то еще. Мы являемся экспертом в области себя. Это значит, мы можем оценить, как нам нравится та или иная девушка по какому-то качеству. Наш образ-идеал тоже имеет такие оценки. Но в этом случае получается, что каждая девушка имеет несколько оценок. И как понять, какая из них лучше? Я предлагаю ввести функционал, то есть правило, которое будет сопоставлять каждой девушке одну единственную оценку. В этом случае гораздо проще будет сказать, кто будет нравиться. Функционал мы ведем как скалярное произведение оценок девушек по критериям на степень значимости этих самых критериев. Что я предлагаю сделать дальше? Из множества полученных функционалов мы в этом множестве вычислим супремум. То есть, по сути, найдем максимум этого множества. И тогда мы сможем определить супердевушку как девушку, чья оценка этого функционала будет максимальна. В принципе, таких девушек может оказаться несколько. Главное в том, что супердевушка существует всегда, так как всегда есть максимум этого множества. Разумеется, если мы рассматриваем хотя бы одну девушку. Мы можем определить множество ОК-девушек. Это отличные по качествам девушки. Сюда попадут все девушки, чья суммарная оценка функционала не ниже, чем у идеальной девушки. Поскольку множество ОК-девушек не всегда существует, то понятно, что супердевушка не всегда является ОК-девушкой. Но при этом, если множество ОК-девушек не пусто, то супердевушка всегда является элементом этого множества. Также удобно вести в рассмотрение множество нормальных девушек. Мы ведем это то же самое множество ок девушек, только уже с относительными оценками. То есть множество ок включает в себя абсолютные, которые не очень понятны, как соотносить. А относительно мы поймем, насколько та или иная девушка хуже, чем супердевушка. Казалось бы, в общем-то и все. Вся теория проста и понятна. Мы должны взять множество девушек, выставить оценки, что-то посчитать, найти максимум. Вот и все. Есть несколько подводных камней, и об этом мы сейчас и поговорим. Во-первых, сейчас мы рассматривали только то, насколько нам нравится девушка. Из-за этого многие отношения и рушатся, поскольку надо учитывать еще, насколько мы нравимся девушке. В этом случае мы должны составить аналогичную матрицу, но уже для каждой девушки в отношении нас. К сожалению, ни одна девушка не скажет нам наши оценки по вектору качества этой девушки. Что я предлагаю сделать в этом случае? Есть два подхода. Во-первых, мы в принципе можем попытаться со стороны, глазами этой девушки, оценить себя. Это более простой случай. Мы можем воспользоваться... Второй подход. Мы можем воспользоваться экспертными оценками. То есть попытаться подойти к подружкам этой девушки и спросить, нравится ли мы ей. И единственное отличие, которое будет отличать еще нашу исходную матрицу для молодых людей от матрицы для обратных связей, это то, что будет учитываться оценки идеального образа девушки. Другими словами, если мужчина не будет подходить, будет по всем параметрам хуже идеала, отношения не сложатся, поскольку значение функционала для девушки будет отрицательно, а значение функционала, максимум которого мы будем искать для отношений, будет являться произведением функционала того, насколько нравимся мы и насколько нравится нам. Второй подводный камень, который стоит учитывать. Мы рассматривали мгновенные значения. Две трети опрошенных респондентов сказали, что со временем у них меняется набор качеств, которые они ищут в девушках, меняются оценки по тем или иным качествам. Да, в общем, честно говоря, появляются новые девушки, которых тоже надо рассматривать. В этом случае правильно говорить о временных зависимостях. То есть надо вводить функции времени. В качестве такой функции я предлагаю ввести векторную функцию разлада в отношениях, которая будет описываться линейным неоднородным дифференциальным уравнением. Компонентами этой вектора функции могут быть неподаренные цветы, пропущенные звонки, забытые годовщины, да, в общем, много чего, это уже требуется рассматривать конкретную частную задачу. В общем случае стоит отметить, что такая вектор функции есть, и управление, которым мы будем пытаться воздействовать на отношения, будет в себя тоже включать некоторые компоненты. Два основных компонента, которые есть всегда, это время, которое мы будем уделять отношениям, и это деньги, то есть капитал, который мы можем потратить для конкретных отношений. Наша задача стабилизировать вектор функции разлада к нулю. Теория управления предлагает нам два основных подхода стабилизации вектор функции к нулю. Первый из них — это модальный. Модальное управление говорит следующее. Мы можем стабилизировать любую систему за сколь угодно малый промежуток времени, если мы не ограничены в ресурсах. Другими словами, мы можем стабилизировать отношения с любой девушкой сколь угодно быстро, если у нас много свободного времени и много денег. К сожалению, на практике два последних ресурса у нас ограничены. Поэтому правильнее будет решать все-таки задачу оптимального управления, которая учитывает ограниченность в ресурсах. Как бы странно это ни звучало, но решить эту задачу нам действительно поможет Амур. Только это не маленький мальчик с крылышками, который стреляет из лука, а алгебраическое матричное уравнение Рикоти. Через решение которого мы сможем найти вектор обратной связи для стабилизации отношений. Что еще требуется учитывать? Теория управления говорит о том, что, во-первых, необходимо учитывать старение системы. Это когда параметры системы начинают изменяться со временем. Есть подозрение, что старение свойственно и отношениям. Поэтому, когда мы только начинаем синтезировать систему, то есть отношения только завязываются, мы сразу должны понимать, что старение в системе неизбежно. Второй момент, который нам предлагает учитывать теорию управления, это возмущение. Под возмущением понимается воздействие на систему каким-то внешним по отношению к ней сигналом. В качестве возмущения в отношениях может быть рассмотрен совет друга со стороны молодого человека, какой-то совет подружки со стороны девушки, да и, честно говоря, совет родителей с обеих сторон, которые вмешиваются. Особенно молодые люди, я думаю, меня поймут, когда родители девушки пытаются вмешаться в отношениях. С учетом того, что мы ввели вместо мгновенных значений, рассматриваем мы теперь функции, и с учетом того, что мы ограничены в ресурсах, конечная формула будет выглядеть именно так. Казалось бы, теперь точно, есть формула, пора считать. Увы, ях. Самое время вспомнить древнюю мудрость, которая гласит, что у каждого есть три личности. Первое — это то, каким человек видит себя сам. Это, собственно, оценки той девушки, которую мы хотим видеть рядом с собой. Второе — это то, каким его видят другие. Это наш учет обратной связи. То есть то, каким образом либо мы видим себя со стороны, либо подружки этой самой девушки. И третье — это то, кем человек является на самом деле. К сожалению, ни на день, ни на неделю, тем более ни на год мы не сможем предугадать и выяснить, какие оценки мы дадим тому или иному человеку. Да, честно говоря, и какими мы будем сами, мы тоже не знаем. Что я предлагаю сделать в этом случае? Вся теория остается справедливой, только рассматривать надо уже не точечные значения, а переходить к интервальной арифметике. Другими словами, мы будем рассматривать каждую оценку как интервал. Нижняя граница — это черта, ниже которой человек, по нашему допущению, никогда не упадет. Верхняя черта интервала — это граница, выше которой, как бы человек ни старался, он в отношениях с нами не поднимется. Таким образом, применяя интервальную арифметику и выполняя операции с учетом этой математики, мы сможем получить те же самые значения функционала, опять-таки интервальные. И здесь нас снова ждет нелегкий выбор. Каким образом мы видим отношения с тем или иным человеком? Если мы видим их в пессимистичном фоне, мы сможем выбрать верхнюю границу интервала. Если мы их видим пессимистично, тогда мы сможем выбрать нижнюю границу интервала. Если мы не знаем, что будет, то мы выбираем среднюю границу интервала. Хотя здесь, конечно, возможны и более сложные методы выбора. Тогда получается, что мы опять-таки уже начинаем работать с точечными значениями, с управлением которых мы и будем искать. Это гласит теория. Дальше необходимо поставить численный эксперимент, чтобы понять, насколько теория соответствует практике. В заключении я хочу сказать. В результате социологического опроса среди тех качеств, которые и молодые люди, и девушки видят в своем любимом человеке, есть такое качество, как «не могу понять, просто нравится этот самый человек». Это говорит о том, что вы можете соглашаться с моей теорией, можете попытаться ее опровергнуть, можете предложить свою теорию. Но окончательный выбор каждой из нас все равно будет делать сердце. Благодарю вас за внимание. Привет, Коля. У меня есть вопрос. С каким весом твой функционал учитывает влюбленность? Хороший вопрос. Я опять-таки повторюсь. Изначально каждый из нас формирует список качеств. Соответственно, если вы ведете как качество влюбленность и сможете по этому качеству оценить всех молодых людей, которых вы хотите рассматривать, вы сами сможете предложить как компоненту вектора приоритета тот вес, которым вы будете ее учитывать. То есть в принципе у вас может быть вес одного качества, в том числе влюбленности, просто большим, а все остальные будут просто маленькими. И тогда получается, что мы оцениваем только нашу влюбленность к каждому молодому человеку. То есть тот вектор P, который был, вы его сами будете задавать, в том числе и по влюбленности. Интересует, да, такой вопрос, у вас два социологических вопроса проведено, ссылки в докладе. Интересует, собственно, по какой выборке проводились эти опросы и, соответственно, какая там сима, ну, все это не квадратическое обновление, как характерно. И вот такие статистические моменты. Спасибо. Да, благодарю, хороший вопрос, действительно. Социологический опрос проводил я в довольно сжатые сроки лично, поэтому всего в опросе приняли участие чуть больше 120 человек, порядка 60-70 девушек и около 50 молодых людей. В принципе, поэтому говорить о результатах полученных тоже неправильно, да, надо, конечно, делать большую выборку. Это тема для дальнейших исследований. Это, что называется, пристрелочный вариант. Исследования будут продолжаться. Более того, чтобы понять, насколько, то есть выбор зеркальный, как раз то, что я говорю, когда девушка будет выбирать молодого человека, тут не обойтись без привлечения эксперта девушки, которая поможет разобраться в этой самой логике. Увы и ах, от этого никуда не деться. Костя. А вот как влияет алкоголь на сходимость девушки? Да. Не буду задавать ответный вопрос, почему вас это интересует. Алкоголь, ну, понятно, да, то есть он будет как раз являться одной из компонентов функции разлада в отношениях. И, естественно, он будет влиять негативно, да. Будет ли он усугублять разбросанные в этом состоянии носки или что-то еще, например, как вы будете обзывать свою девушку, это уже девушка должна сама понять, да, систему вы формируете вместе с ней. Но вопрос на то, будет ли это сразу усугубить, усугублять отношения, да, он неоднозначен. Что-то другое имеете в виду? Нет. Значит, у меня, я поясню, да, моя работа это именно уже выбор любимого человека, то есть знакомство мы не рассматриваем, мы уже выбираем из того множества, с которыми мы уже познакомились. Да, конечно. Вот вы дважды говорили что-то про экспертное оценивание, и все время у вас экспертами выступали и некие девушки. Каким образом вы будете, я не знаю, выбирать этих девушек, пытать их, чтобы они вам дали эти экспертные оценки? Ну, пытать лично я, надеюсь, никого не буду. По поводу экспертных оценок девушек, я предложил одним из подходов для вычисления обратной связи обсудить то, насколько нравится молодой человек в компании подружек этой девушки. Конечно, если подружки не захотят обсуждать эту тему, то мы будем пытаться сами себя оценить со стороны, то есть насколько мы крутые или не очень в глазах этой девушки. Я и говорю, что да, конечно, это вносит определенную, да не определенную, довольно большую неточность. Но, к сожалению, чтобы работать с точными оценками, нам действительно нужно мнение самой девушки. В принципе, я пытался у кого-нибудь все-таки узнать, чтобы поставить какой-нибудь эксперимент. Ни одна девушка мне так и не сказала даже не обо мне, а о ком-нибудь другом. Ну, не из 60, а более-менше выборки. Более-менше, какой ужас. Очень была интересная тема. И мне, возможно, это слишком личный вопрос. Но вам помогла данная теория? Вы знаете, замечательный вопрос. Я считаю, некорректно использовать свою теорию по отношению к автору. По крайней мере, я заинтересован. Я могу подогнать теорию под себя. Я мысленно знаю, кого я хочу выбрать. Я могу предложить кому-нибудь попробовать поставить эксперимент надо мной, и я буду признателен. А так, нет, действительно, я считаю, что ставить эксперименты над собой — это не самая лучшая идея. Я пытаюсь развить еще параллельное направление, которым я уже руководствуюсь и пользуюсь, но пока оно, к сожалению, до конца не готово. И последний вопрос. Спасибо. Николай, скажите, пожалуйста, учитывали ли вы в ваших исследованиях количество времени свободного проведения из конкурсантов? Из кандидатов. Так будет, наверное, более точно. Не могли бы, Костя, не могли бы вы пояснить, свободное время — это как бы до знакомства или когда? Нет, я имею в виду свободное время, когда вы тратите свое время нерабочее для того, чтобы проводить его с конкурсанткой, но с конкретным объектом. Как раз-таки вот то, что я говорил про дифференциальное уравнение, x.ax плюс bu, как раз вектор управляющих воздействий, когда мы пытаемся повлиять на отношения, он учитывает время, свободное, которое мы проводим с девушкой. Не могли бы вы более проще объяснить, с какой все-таки стороны влияет? Все-таки с положительной или с отрицательной? Значит, именно проведенное время влияет, конечно, с положительной, то есть оно стабилизирует отношения. Николай, решайте судьбу второго приза за лучший вопрос. Это, Константин, это безусловно просто девушка замечательный вопрос задала. Замечательно. Спасибо.